Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня пятница и сегодня я рассказываю историю своих родов. Если вы смотрели мой влог из роддома, то уже немножечко в деталях вы знаете, как все дело начиналось. Для тех, кто не смотрел, расскажу с самого-самого начала. Моя предварительная дата родов была 13 апреля. Накануне мы сходили к доктору, потому что по УЗИ роды должны были начаться неделей ранее. И я решила сходить к доктору для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас раскрытие, сделать на всякий случай УЗИ, посмотреть, как малыш себя чувствует, ну и, собственно, также послушать сердечко на КТГ. Это мы и сделали. Проверили мое раскрытие. В принципе, его там не было практически вообще. Никаких схваток на КТГ также не видно. Малыш себя чувствует замечательно, прекрасно. И меня отправили домой и сказали, ну, давай, иди, мать, отдыхай и жди, пока малыш соберется на выход. Вот. И 13 числа, самого раннего утра, как обычно, в 4 я проснулась, погрела себе горячее молоко и сидела, собственно, в телефоне, не знаю, там, переписывалась с девочками в Манлайф и также жаловалась на жизнь, какая ужасная моя 41-я неделя, и что ничего не происходит, и вообще все в моей жизни плохо. Вот. Восемь часов утра я почувствовала первые такие тянущие какие-то боли, которые были похожи на боли, которые я обычно испытывала при наступлении месячных, но как-то я так не стала себя слишком уж сильно радовать и обнадеживать тем, что вот, роды начались. Пошла спать. Я поспала несколько часов, проснулась, и эти боли, они не ушли. То есть они волнообразно, нерегулярно повторялись, и как-то вот так вот было мне дискомфортно. И я мужу сказала, слушай, по-моему, мы сегодня или завтра поедем с тобой рожать, потому что есть у меня такое подозрение, что что-то начинается. В конце концов, эти боли, они совершенно не такие же, как все остальные во время беременности. Я знала, что они должны быть именно такими. Устроили мы быстренько уборку на всякий случай для того, чтобы вернуться в чистую квартиру. Съездили мы в магазин, и к вечеру уже мои схватки стали намного более регулярными. То есть там между схватками было 20, иногда меньше минут, но в среднем это было где-то 20 минут, и сами схватки, они были продолжительностью около, по-моему, 40 секунд, если правильно помню. В любом случае, насколько мне известно, что в роддом нужно ехать, или, по крайней мере, мировая практика такая, что в роддом ты едешь по принципу 5-1-1, то есть это означает, что между схватками 5 минут, схватка длится 1 минуту, и вот все это волшебство должно происходить как минимум в течение часа. То есть это вот такая вот регулярность в течение часа. И если это происходит, то, в принципе, ты можешь отправляться в роддом для того, чтобы уже проверить, действительно ли началась родовая деятельность. Вот, муж мне сказал, ладно, давай, позвони-ка на всякий случай в роддом, и уточни, как же у вас здесь в Риге, когда они принимают и когда они советуют ехать. Подняла трубку какая-то очень странная женщина, которая была, ну, бесючая до невозможности. Знаете, такая училка прям вот с очками, ты представляешь, вот она сидит, и вот целыми днями просто вот таким надменным поучительским тоном с людьми разговаривает. Собственно, я у нее спросила, как же мне быть и ехать мне в роддом или нет, на что она сказала, слушайте, мы не такие продвинутые для того, чтобы по вашим ощущениям вообще сказать, началась родовая деятельность или нет, поэтому, ну, как бы, либо приезжайте, либо не приезжайте. И я так, окей, ну, вы же как-то вроде каждый день принимаете массу детей, и, наверное, у вас есть по опыту какой-то свой алгоритм того, когда женщине стоит ехать. Потому что я понимала, что если мы сейчас сядем в машину, ехать нам минут 20, то поездку я выдержу всего лишь один раз. Потому что, когда мы вернулись из магазина, у меня была одна схватка в машине, вот в переднем сидении, я там чуть не сдохла. Потому что именно вот поза, в которой ты сидишь, и невозможность хоть как-то адаптироваться и как-то поменять свое расположение, оно, конечно, это жуть, и это очень больно. То есть вот за все время, пока мы были дома, это была самая болючая схватка. Вот, на что она мне так и ничего не ответила. Я сказала, типа, ну, как бы, либо приезжайте, либо не приезжайте. И я повесила трубку, у меня за злость, и прям все схватки закончились. Я позвонила гинекологу, гинеколог сказал, слушай, ну, давай на всякий случай поезжай и посмотри. Вот. К тому времени, пока мы собрались уже в роддом, я сходила, конечно же, в душ. У меня началось легкое-легкое кровотечение. То есть по-английски так называемый bloody show. То есть это когда твоя шейка матки начинает раскрываться, капилляры, они лопаются. И, следовательно, у тебя начинается небольшое кровотечение. Пугаться этого не надо, поэтому и я восприняла эту всю историю как нормальный ход действий и не стала волноваться. Вот. Схватки у меня стали более регулярными. Каждые там, по-моему, каких-то 4-5 минут они уже были. И мы выехали из дома в 9.20. 25 минут заняла поездка в роддом. Это было что-то с чем-то. Я не понимала, как мне в машине сидеть. Муж мой опустил переднее сидение и вез меня, как корову, в хлеб. В общем, я на четвереньках на этом сидении головой уперлась в подголовник. И, в общем, жопой кверху. Так я и ехала и схватки свои терпела. Во время схваток муж пытался рулить и одной рукой мне как-то давить там на спину, потому что это мне чуть-чуть помогало. Но не сильно так получалось. Вот. И схватки уже были очень болезненными. Мы зашли в роддом, в приемный покой. И сидит моя красавица. В общем, та же по голосу я узнала, что это та же женщина, которая взяла труппу, когда я ей звонила. Вот. За две ровно минуты она успела выбесить сярса. То есть, таким же тоном она с ним разговаривала. Он этого, естественно, не терпит. И сказал, что, слушайте, давайте-ка мы либо нормально общаться, либо как-то вот уже думать, что делать, потому что, ну, как бы, сори, у нас тут ситуация. Вот. Она его отправила в гардероб, чтобы оставить его верхнюю одежду, обувь и так далее. А меня забрала с собой на проверку. То есть, она смотрела мое раскрытие и заполняла документы. Когда она положила меня на стол, я просто была в ужасе. Потому что я вспомнила о том, что у гинеколога еще несколько дней назад вот именно эта проверка раскрытия была достаточно болезненной для меня. Сейчас, когда схватки постоянно повторяются, ну, там все болело жутко. И, естественно, она попыталась, в общем-то, двумя пальцами проверить, сколько у меня сантиметров раскрытия. Я орала в голос. Ну, вот прям орала. И я понимала, что, черт возьми, как это возможно? Что мои схватки только-только начались. Скорее всего, у меня раскрытие, ну, я не знаю, ну, дай Боже, чтобы было 3 сантиметра, чтобы меня вообще приняли в роддом. Но не факт, что там будет 3 сантиметра. И, в принципе, эти схватки у меня такие вот интенсивные продолжаются всего лишь 2 часа. Семьи до вот, ну, уже, считай, 3 часа почти. Да, мы уже без 15-10 были в роддоме. И я понимала, что, черт возьми, как же это больно. И я вспоминала фразы девушек, которые говорили о том, что когда тебе кажется в самом начале, что тебе азически больно, и выдержать ты больше не можешь, то нужно набраться сил, потому что это всего лишь цветочки. То, что следует потом, это просто жесть. И я понимала, что меня ожидает. Но, окей, ожидает и ожидает. Делаем эпидуралку, и как бы будем решать вопрос уже по ходу пьесы. Вот. И когда она проверяла мое раскрытие, я действительно от боли орала в голос. И тут моя медсестра превратилась в какого-то оборотня из училки, она превратилась в нормального человека. Она говорит, деточка, как же тебе больно, что же такое? Я говорю, блин, я говорю, я не знаю, мне действительно больно. Я говорю, я не истеричка, не идиотка, мне правда очень-очень-очень больно. Вот, больно. Она говорит, блин, ну, у тебя один сантиметр. У тебя раскрытие всего лишь один сантиметр. И тут я разревелась просто взахлеб. Я начала, ну, не истерически плакать, но я начала вот прям сильно плакать от расстройства, от разочарования в себе, от того, что я понимала, что мой организм меня подводит. Потому что если с одним сантиметром я вот так вот в голос ору, то что будет дальше, когда мне нужно будет ребенка, извините, родить, а там ребенок не маленький. Потому что по УЗИ доктор мне сказала, что ребенок плюс-минус 3 900. То есть это большой ребенок. И по всем показателям он смахивал вот действительно на уже 41-42 недели. Ну, не 42, может быть, 41 с копейками, с хвостиком. То есть он был прям развитый-развитый. И я понимала, что если там 3 900 будет выходить, то как я вообще это сделаю? Как я выдержу схватки? Потому что в начале, пока у тебя 1 см, до 5 это не считается активной родовой деятельностью. Соответственно, получается, что раскрытие, оно прогрессирует очень медленно. В среднем, по статистике, это полсантиметра в час. Так извините, сколько часов мне нужно дотянуть до 5? Или хотя бы, по крайней мере, до 3, чтобы меня приняли. Потом хотя бы до 4-5, чтобы мне сделали эпидуралку. А потом уже с 5, там не проблема, там все может случиться буквально за час-полчаса. Ну, там уже быстро все. Вот. И я понимала, что меня ожидают очень сложные, наверное, сутки. Я не знала, сколько, но, в общем, сложное время. И эта сестричка, она сказала, слушай, давай сделаем так. У тебя 1 см, я вижу, как тебе ужасно тяжело. Я напишу, что у тебя 3. Потому что с одним тебя не примут, ее отправят домой. И она написала в бумагах моих, что у меня 3 см раскрытия. Нас тут же отправили в родовую нашу палату. Вот во влоге моем, посмотрите, я оставлю линк также под этим видео. В нашу родовую палату нас отправили. Мы в 10-20 туда зашли. И акушерка, которая принимала мои роды, она сказала, что мы должны сначала поставить КТГ, послушать сердце, посмотреть схватки, посмотреть, насколько малыш спокоен. И потом уже можно будет идти в душ, на шаре, там висеть в гамаке и делать все, что хочешь. Вот. Я сказала, окей. Попросила, могу ли я стоять, потому что лежать я не могла. Это было ужасно больно. На что она ответила, что нет, нужно лежать. Максимум, что ты можешь лечь, это на бок. Я легла на бок. Арс давил. Пролежав 20 минут, промучившись, я заметила, что лента не идет из этого аппарата. Мы позвали акушерку. Она говорит, слушайте, тут как бы не урядится. Придется лежать еще 20 минут, потому что аппарат не сработал. Для меня это был кошмар. И мы лежали еще 20 минут мучений. На что сестричка, вернее, акушерка мне говорит, слушай, значит, мы сейчас закончим КТГ. Давай тогда, если тебе так больно, подумай по поводу эпидуралки. Я говорю, ну, конечно, мы сделаем эпидуралку. Она говорит, хорошо, я проверю твое раскрытие. Если раскрытие будет достаточным, нам нужно будет проколоть воды, чтобы активизировать родовую деятельность. И тогда тебе поставят эпидуралку. На что я сказала, категорическое нет. Нет, я сказала, воды мы будем колоть только после эпидуралки. И никоим образом по-другому. Потому что у меня беременность беспроблемная. Нет никаких медицинских показаний, которые бы говорили о том, что мне нужно колоть воды вот прямо сейчас. И, в принципе, их можно колоть после эпидуралки, после того, как она заработает. Потому что, когда прокалывают воды, схватки становятся намного более интенсивными. И я понимала, что, ну, нет. Вот вообще нет. И я как-то так постояла за себя, настояла на том, что мы будем колоть. И она так согласилась, сказала, да, окей, не вопрос. Сделаем. Вот. И вот она говорит, давай, поворачивайся, сейчас мы будем смотреть. На что я говорю, слушайте, можно как-то очень аккуратно, потому что для меня вот проверка раскрытия, это очень больно. И тут она на меня смотрит и говорит, слушай, да что за истерики, как ты рожать-то собираешься. Ну, и всю, в общем-то, канитель с размером ребенка и так далее, и так далее, головой, которая должна пройти, она мне прочитала. Вот. На что я сказала, послушайте, я правда, ну, как бы, я понимаю, я все это понимаю, и я согласна, и я не спорю, но я говорю о том, насколько мне больно. Вот я в схватках в голос не ору, а вот при проверке внизу я орала в голос. Поэтому, ну, мне действительно ужасно. Она говорит, ладно, давай ложись, будем смотреть. Эту проверку раскрытия она мне сделала ровно час десять после того, как мы поднялись в родовую палату. То есть прошел всего лишь час. И я была в ужасе, опять же, от той одной мысли, что у меня там один сантиметр. За час ничего не поменяется, вот вообще. И я понимала, что, ну, акушерки-то для них это работа. И если они сталкиваются с какой-то ненормальной истеричкой, неадекватной бабой, которая при одном сантиметре там устраивает им, в общем-то, проблемы, то отношение может поменяться. Я это прекрасно понимала, и я этого очень сильно не хотела. И я так испугалась. Я уже была расстроена. В общем, ну, приступили мы к проверке. Тут она засунула свою руку. Я практически ничего не почувствовала, чему я была сильно удивлена. И акушерка на меня смотрит. О, елки-маталки. Говорит, у тебя тут семь сантиметров уже. Я так, что? Извините, что? Каких семь сантиметров? У меня не может быть семь. Потому что я нахожусь здесь час с небольшим. Какие семь? Она говорит, слушай, я, наверное, знаю, что я делаю. И как-то, наверное, ну, лучше тебя понимаю, сколько у тебя там сантиметров. У тебя семь. Поэтому давай я зову, значит, доктора, мы ставим тебе эпидуралку и будем колоть воды. На что я сказала? Слава тебе, Господи, спасибо тебе большое. Я была просто на седьмом небе от счастья. Арс в это время вышел, потому что он не мог смотреть на вот эти все мероприятия проверок. И когда он зашел, я ему сообщила о том, что у меня семь сантиметров. Мне кажется, он обрадовался ровно настолько же, насколько он обрадовался, когда я, наконец-то, родила ему сына. Вот. И пришла доктор и, в общем, рассказала мне, что будет с эпидуралкой. Посадила меня на кушетку. Говорит, ты сейчас не двигайся. И она целую вечность там что-то мазала, что-то подготавливала. У меня началась схватка, и я подскочила просто с этой кушетки. Карсу, она на меня вот так вот более строго мне сказала, ты куда вообще двигаешься, я тебе так не поставлю эпидуралку, если ты будешь так дергаться. Я говорю, подождите, я говорю, у меня сейчас схватка, давайте я ее проживу. И мы тогда приступим к эпидуралке вот в промежутке. А там уже было, ну, 1-2 минуты максимум. Она была сильно недовольна. Она была такая строгая. Эпидуралка особо мне не объясняла, что к чему, насколько быстро подействует местная анестезия перед эпидуралкой, как это будет. То есть на мой вопрос, там, например, сколько ты времени занимает, она отвечала, что, ну, чем дольше ты будешь тут дергаться, тем дольше я буду тебе ее ставить. Я уже поняла, что, ладно, нет времени мне тут задавать вопросы с ней, препираться. Я должна сесть и должна просто это вытерпеть. Эпидуралку я боялась просто как огня. Я жутко ее боялась. Но со схватками это действительно так. Эпидуралка это вообще ни о чем. Я понимаю, что это индивидуальная тема. У разных людей может быть по-разному. Но в моем случае эпидуралка, она была вот просто, я была больше напугана. То есть я вцепилась в варса, бешеными глазами на него смотрела. И я просто окаменела. И от страха вот просто вот я не знала, куда деваться. Но я почувствовала небольшой укол, похожий укол на тот, который делают, когда замораживают десну у стоматолога. Вот прям похожий укол по болезненности. Вот. А потом, когда уже она стала ставить эпидуралку, я почувствовала небольшое, вот прям минимальное давление. Как будто что-то у тебя там проходит и все. То есть никакого электрического там тока, никаких там болезненных ощущений, вообще ничего. Она быстро поставила этот катетер. Я была этому счастлива и довольна. Просто на седьмом опять же небе от счастья. Потому что я понимала, что вот на данный этап самое ужасное для меня оно закончилось. То есть, во-первых, у меня есть раскрытие. Во-вторых, мне поставили уже эпидуралку. Все это я, собственно, прошла. И она включила мне уже обезболивание. Буквально через где-то, я не знаю, минут, наверное, 10-15 эпидуралка заработала. Мне стало тепло спине, ножки стали такие мягенькие. Причем в Риге, в роддоме делают эпидуралку такую, что ты можешь ходить. Ты чувствуешь ноги абсолютно хорошо и ты можешь передвигаться. Пришла акуршерка через какое-то время и сказала, что через 2 часа мы будем смотреть раскрытие и уже будем смотреть, можно ли рожать. Было время 12 часов, то есть 2 часа она должна была прийти и посмотреть меня. В час ночи пришла моя акушерка. Я ей сказала о том, что у меня левая сторона, нога и передняя часть живота, она начинает быть болезненной. То есть эпидуралка у меня как-то проходит. Она позвала доктора, мне дали еще одну дозу и сказали, что вроде бы должно помочь. Перевернули меня на левый бок. И мы решили, что если в случае боль не уменьшится или не пройдет, то она подправит катетер или в худшем случае его переставит. Чего не понадобилось, но тем не менее боль никак не проходила. В 2 часа ночи акушерка проверила еще раз мое раскрытие и сказала о том, что никаких изменений нет. До сих пор 7 сантиметров. И очевидно эпидуралка затормозила немного весь процесс. Поэтому будем колоть воды. Она проколола воды. Это очень странное ощущение. Абсолютно не болезненно. Ничего ты не чувствуешь. Это, ну не знаю, можно сравнить с, не знаю, стрижкой волос. То есть вообще не больно. Вот. И просто ты ощущаешь теплый поток воды, который из тебя льется. Причем он не льется каким-то одним таким единым объемом, а подтекает, если ты там шевельнешься или присядешь, то подтекает больше, меньше и так далее. В общем-то равномерно, как-то спокойненько все это дело проходит. Вот. И она сказала, что еще через 3 часа мы будем проверять его раскрытие. Не раньше, потому что когда уже воды проколоты, то нет никакого защитного барьера. И не следует слишком часто туда, извините, залазить для того, чтобы что-то смотреть. Иначе можно внести инфекцию. Вот. Я сказала, да, окей, хорошо. То есть 3 часа нам еще ждать. Ну вот, было 2 часа. И я понимала, что еще до 5 мы, в общем-то, будем куковать. И педуралка моя опять начала вести себя не очень хорошо. Левый мой бок и левая нога стала болеть. И у меня коленку стала сводить в судорогу. И я, в общем, позвала еще раз доктора и спросила, ну что же делать. Доктор была немного, не знаю, то ли огорчена, то ли раздражена, то ли что. Ну, в целом она была очень хорошая. Особенно в конце, когда уже все прошло, она как-то так уже более лояльно разговаривала. Но, в принципе, она, ну, может быть, она просто была строгой. То есть ни в коей мере не грубой, нет, она была просто строгой. Вот. И она была крайне сильно недовольна этой историей, что у меня эта педуралка как-то попускает. И она уже сказала, что все. Ну, скорее всего, это ее особенность физиологическая. И боли, ну, с левой стороны не уйдут, потому что мы уже добавили две дозы. Арс попросил проверить еще раз, все-таки пораньше, проверить мое раскрытие. Вдруг там что как-то поменялось. На что акушерка сказала, что нет, а мы планировали через три часа. Но она стала как-то сомневаться. И вот доктору она говорит, слушайте, давайте, может, я посмотрю. На что доктор тоже сказал, ну, а зачем, какой смысл. Говорит, нет, я все-таки посмотрю. Вот. И тем временем, значит, доктор подготавливала третью уже дозу моей педуралки. Чтобы уж наверняка вдруг все-таки поможет. Потому что эта доза была допустимой. И на мой вопрос, сколько вот есть максимум этих доз, она ответила, что раньше было там 4 или 5. Но сейчас она говорит, мы людей не мучаем. То есть, если мы даем педуралку, то мы ее даем до конца. То есть, потому что это ужас. Ты, например, все свои схватки пролежала вроде бы окей. А потом уже в конце, когда ты зарасходовала, грубо говоря, свои 4 дозы, то у тебя начинается адовая боль. И как бы кому это вообще нужно, это негуманно, собственно. Вот. Поэтому она сказала, до конца будем тебя капать, если нужно будет. Вот. И одновременно, значит, доктор мне дала еще одну дозу. И акушерка проверила мое раскрытие. И сказала, елки-маталки, еще раз. У нее тут уже 10 сантиметров. И ребенок уже ползет. И очевидно от этого и боли, что головушка-то уже видна. И все уже происходит. Нам рожать пора. А это было 4 часа утра. И я такая, что? Какое рожать? Я же ничего не чувствую. У меня нет никаких потугов. У меня нет никакого желания или необходимости, значит, тужиться. Как я буду? Что я буду? Я не понимаю, что делать. Я говорю, значит, так. Я тебе объясню. Значит, ты ложишься. Мы поднимаем твои ноги, мы придавливаем их, в общем-то, вперед к животу. И, следовательно, ты начинаешь тужиться. Первые тренировочные потуги, они будут такие вот, без какой-то нужды тужиться. Просто, чтобы это все быстренько развилось. И, следовательно, ты очень сильно говоришь букву С. То есть, ты делаешь С и дальше с животом, не лицом, не плечами, не ногами, никакой другой своей частью тела, а именно с животом и произносишь очень громко и интенсивно букву С. Главное, что касается лица, не закрывать глаза и чтобы голова была с наклоном вниз. И тогда все будет правильно и хорошо, и потуги у тебя начнутся. Собственно, мы попытались тренировочные такие потуги совершить. В какой-то момент она убежала. Арс такой говорит, куда она убежала, что происходит? Я говорю, я не знаю, куда она убежала, но давай как-то потренируемся. Натренировались мы настолько, что у меня действительно начались потуги, и мне действительно нужно было уже тужиться. Я чувствовала вот эту схватку. И, точнее, не боль схватки, она была не болезненной вообще. Но я чувствовала необходимость тужиться. И тут я слышу из коридора крик ребенка, залетает моя акушерка, говорит, о, фу, одного приняли, давайте теперь мы будем рожать. И, в общем, начали мы тужиться, начали мы рожать. Полчаса мы пробовали, вроде бы я делала все правильно, и я в какие-то моменты даже чувствовала, что головушка ребеночка выходит. Но в тот момент, когда у меня схватка заканчивается или заканчивались силы тужиться, она опять ускользала обратно. И я понимала, черт, ну окей, да, это нормальная история, что он туда-обратно идет, но как-то хотелось бы уже удержать. Потому что, ну, уже достаточно долго мы тужимся, и, ну, это правда было очень тяжело. Я также смотрела на лицо своей акушерки, и я видела в ее лице какое-то такое, ну, не то чтобы напряг, или не то чтобы какую-то тревогу, нет. Но я видела, что вот что-то не получается, что она недовольна, что что-то идет не так. Я у нее спрашиваю, что не так? Она говорит, тебе нужно тужиться еще больше. У тебя ребеночек не выходит, он слишком большой, у него уже головушка бледнеет, и есть риск того, что будет отек головы. Поэтому тебе нужно тужиться посильнее, постараться посильнее. И тут уже в конце, когда я уже тужилась как могла, акушерка уже не выдержала, говорит, так, значит так. Так, представь, что ты на унитазе, и тебе сильно нужно какать. Вот прям просраться тебе надо. Значит, сейчас быстро пробуй тужиться, но тужиться с задницы. Потому что вот это поможет тебе... Я понимала, что черт подери, у меня уже эта задница разрывается. Вот правда, это настолько интенсивное ощущение, оно настолько странное. Вначале оно даже не болезненное, но оно очень сильное. В конце оно стало очень болезненным. И, естественно, у меня не получалось. И в какой-то момент я понимаю, что появляется сестричка, появляется доктор, приносятся какие-то инструменты, и что-то происходит странное. Я думаю, блин, что же такое? Я смотрю на Арса большими глазами, и я не понимаю. И тут мне доктор говорит, слушайте, нам, наверное, придется вас немного надрезать. То есть сделать эпизиотомию. И на что я сказала, что... Черт, я так надеялась, что мне не придется не сталкиваться с разрывами, не сталкиваться с тем, что меня будут резать. И так далее, и так далее. Я говорю, это больно? Она говорит, ну нет, у вас тут очень много эпидуралки, поэтому должно быть не больно. Но, в общем, вы сейчас будете тужиться. Тушьтесь так, как не тужились никогда. Вот просто как в последний раз. И мы тогда будем резать. И я от страха... Я лежу, у меня в секунду миллиард мыслей. Первая мысль, конечно же, это малыш. Чтобы он был здоров, чтобы он быстренько вышел. И мне казалось, что этого не произойдет никогда, потому что у меня не получается. Я не понимаю, как это все сделать. Как его, грубо говоря, выдавить-то из себя. Это первая мысль. Вторая мысль, я думала, значит так. Скорее всего, это будет больно. Они просто врут. Поэтому мне нужно тужиться. И как она мне сказала, попробуй, извините за слишком много информации, какать. И я подумала, пусть мне лучше разорвет жопу. Но я не буду чувствовать вот этого надреза ножниц. И тут я говорю, все, мне нужно тужиться. И я начинаю тужиться, и я понимаю, что мне нужно концентрироваться на своей заднице. И я начинаю давить так, что просто, вот правда, как в последний раз в жизни. И одним моментом они меня режут. Я не понимала, порезали они меня один раз, порезали они меня два раза. В какую сторону они меня там разрезали. Я не чувствовала ровным счетом ничего. Но я знаю, что я взорвалась, как петарда в Новый год. Вот реально взорвалась. И второй какой-то потук именно вот в этой схватке. Я стала чувствовать, что дитё моё выходит. И тут я увидела просто такими огромными глазами, что вышел ребёнок, который просто какого-то нереального размера. Ну, для меня. Потому что я, ну, мне казалось, что они поменьше выходят. И я понимаю, что всё, он вышел. И они его прям в секунду как-то достали. Он просто выскользнул из меня. Вот как только они меня порезали, то ли я ещё и потужилась вот так вот прямо от души. Ну, в общем, ребёночек со второго раза моих потугов, он выскользнул, заплакал, закричал. У него вокруг шейки была пуповина, но она была не натянута, поэтому всё нормально. Причём пуповина была достаточно тоненькая, что, как правило, насколько я понимаю, это не очень хорошо. Но, по крайней мере, учитывая то, что мой сыночек был 3,990, извините, то есть это почти 4 килограмма без 10 грамм, и 56 сантиметров. То есть он очень высокий. То, как эта маленькая пуповинка справлялась с его кормлением в моём животе, это, конечно, удивительно. И положили мне малыша на грудь. Это, конечно, было что-то с чем-то. Я не могу сказать, что я почувствовала эйфорию или какую-то вселенскую любовь, или что-то там, не знаю, какие-то мегаэмоции. Абсолютно нет. Я почувствовала просто огромнейшее облегчение, понимая о том, что с малышом всё в порядке, он здоровый. Он плачет, он хорошего цвета, у него красивые ручки, красивые ножки, хорошая личика, и он дышит, и всё-всё-всё с ним в порядке. И самое важное после этого момента – это то, что он наконец-то вышел, что у меня получилось с Богом пополам. И я поняла, что вот моё какое-то расстройство, разочарование в самой себе в этот момент, эмоциональность, оно, ну, конечно, было всё зря. Потому что, ну, наверное, всё-таки и та боль, которую я ощущала в самом начале, она была обусловлена тем, что моё раскрытие, оно прогрессировало очень быстро и стремительно. Вот, и заканчивая самими родами, потугами, когда меня разрезали, и пришлось прибегнуть к этой помощи для того, чтобы малыш мой появился на свет. Вот, в 4.43 рэм появился на свет, то есть мы тужились ровно 43 минуты, ещё 2-3 часа мы провели в родильном зале, он лежал у меня на груди, в общем, меня долго, мне казалось, бесконечно долго меня зашивали. На мой вопрос, сколько у меня швов, доктор сказала, да, чтобы я знала, я поняла, что швов много. Когда я сказала, что внутренних разрывов нету, пришлось, вообще-то, зашивать только то, что снаружи. Вот, малыша проверил также врач, всё у него хорошо, он здоровенький, в общем, никаких нарицаний, никаких проблем, слава тебе, Господи. То есть мы были счастливы, довольны, что мой малыш здоровенький и счастливый. Вот, одели его быстренько в одёжку, в шапочку, и нас уже отправили в послеродовую палату, нашу семейную палату, где мы вместе с малышом и с Арсом оставались последующие, ну, получается, 2,5, наверное, дня. Вот, так как мы поступили рано утром, до 12 дня, то это уже считается как одни сутки. В общем, у них какой-то свой там расчёт, как они считают эти сутки. Вот, то есть вот в воскресенье мы родили, и, по-моему, во вторник мы уже отправились домой. Вот, это история наших родов. Не знаю, как чувствовал себя Арс, на самом деле, он как-то так очень-очень пока сдержанно комментирует всё происходящее. Я знаю, только во время родов я всё время уморала «не смотри туда, не смотри туда». Вот, и пыталась заставить его как-то концентрироваться на голове, что было, в принципе, невозможно. Потому что вот, если тебе кажется, что муж будет стоять у головушки, и ничего там не будет видно, нифига! Потому что ноги твои здесь, и реально это всё вот туловище моё, какое-никакое. И всё он там видит. Благо сверху видит не самое ужасное. Вот, поэтому, не знаю, может быть, если он согласится, мы запишем ему ещё отдельный видеоролик его восприятия всего процесса, как он его переживал, и какие эмоции он испытывал, и как он на всё это смотрит уже спустя какое-то время. Вот, как раз-таки сейчас, когда я записываю этот видеоролик, почти две недели прошло после наших родов. Вот, как раз-таки вот в ту пятницу, когда буду публиковать, вот прям с утра я и пишу. Вот, не знаю, если согласится, тогда будет у нас такой ролик, если нет, ну так нет. Попытаюсь у него выведать, как же он себя чувствовал, и вам, в общем, рассказать, что мужчина переживает во время родов. Вот, ну, а на сегодня, наверное, всё. Это вся моя история этого эмоционального дня, вернее, ночи и утра, после чего я отдыхала и пыталась прийти в себя. Вот, попытаюсь ещё за ближайшие дни записать для вас ролик о первых двух неделях после родового периода, потому что у меня, ну, эти две недели, это, не знаю, одни из самых сложных, наверное, недель, вот что касается физического моего состояния, потому что то, что я переживаю именно с моими швами, разрезом, это просто что-то с чем-то. Я первую неделю ходить вообще не могла. На второй неделе меня посетил мастит и высокая температура, и мне пришлось с этим разбираться. В общем, в первые две недели с нами приключилось, ну, наверное, ах, всё, что можно было случиться и приключиться именно с молодой мамой, кормящей мамой, которая пытается вообще хоть как-то понять процессы, познакомиться с малышом и войти вот в хоть какой-то режим. Так что попытаюсь этот ролик записать перед своим отпуском, потому что для тех девушек, которые смотрят мой канал, и которые беременны, всё-таки хочется этот ролик записать для того, чтобы у них было время подготовиться к своему послеродовому периоду в случае, если они найдут полезные моменты какие-то вот именно как раз-таки в этом видеоролике. Вот. Ну, а на сегодня всё. Я заканчиваю своё вещание, свой эфир. Увидимся с вами в следующем моём выпуске. На сегодня всё. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!